Сегодня попытаемся поразмышлять на такую, знаете, тему, которая всех нас волнует, да, и она как бы... Это суть нашего христианства, да, это то, ради чего мы здесь собираемся, да, вот то, ради чего, как бы, мы с вами терпим определенные какие-то невзгоды, трудности, какие-то переживания, да, то есть наше христианство, да, или наше отношение с Богом, конечно, оно формируется там на основании того, что мы читаем Библию, да, мы там молимся, мы там ходим в церковь, да, какие-то там дела делаем добрые, но, в принципе, все это как какая-то такая, знаете, модель или определенные дела, которые мы делаем, которые, в принципе, нам даны для того, чтобы мы с вами могли войти в Царство Божие, да, то есть нет ничего важного для Бога, чем то, чтобы мы с вами смогли достичь небес, то есть ради этого Христос и пришел, то есть он не пришел, еще раз так забегая вперед, ради какого-то чуда на земле, чтобы кого-то воскресить из мертвых, как, допустим, Лазаря, да, то есть это как фрагмент его служения, но это не то, ради чего пришел Христос на землю, чтобы Лазаря-то из гроба вытащить, понимаете, о чем я говорю, да, то есть это как бы не основное его, как бы было занятие, да, это было дело Божие, чтобы явить славу Божию на земле, как когда-то пришли к нему ученики и сказали, а кто виноват, что он родился слепым, да, то есть они пытаются разобраться в этом деле, пытаются вникнуть в эту проблематику, найти причину и кто виноватый, а Христос говорит, никто не виноват, ни он, ни его родители, да, потому что была такая как бы идея, что если родители, ну, что-то совершили, то это может быть отразиться на детях, либо он как бы согрешил, но как он мог бы согрестись, если он еще был в очреве, и поэтому Христос говорит, ни родители, ни он, никто не виноват в этом, что он родился слепым, да, но я пришел для того, чтобы явить славу Божию, да, то есть на нем, на его жизни явится вот эта слава Божия, и поэтому даже когда мы можем посмотреть на этот случай, с одной стороны, да, Христос пришел для того, чтобы явить славу Божию в этой проблеме, но это все равно не основная причина прихода Иисуса Христа на эту землю, не основная, она важная, потому что он говорил, что дул Господень на мне, ибо он помазал меня, и мы знаем это местописание, да, которое он цитировал, что освобождать, исцелять, даровать людям благословение и так далее, тому подобное, но это все равно не основная причина, она важная, чтобы разрушать дело дьявола, даже тогда, когда женщину привели, которая была скрючена полностью, да, и он сказал такие слова, что как бы сатана ее, что, долгие годы держал, и потом он ее освободил, и мы знаем многие истории, когда Христос одним словом просто изгонял гемонов, и написано даже в одном случае, легион демонов изгнал, это яркие дела Христа на этой земле, но ради этого он как бы пришел, чтобы только показать вот это величие, что на этой земле он может делать такие дела, он пришел для того, для очень важного дела, это для того, чтобы мы с вами, люди, живущие на этой земле, получили доступ в Царство Божие, это была самая основная цель пришествия Христа на эту землю, это было самое основное, для чего Бог послал своего Сына в этот мир, чтобы позволить людям дойти до Царства Божия, войти в Царство Божие, войти и получить вот эту, как бы, знаете, мысль, которая была развита в Священном Писании под названием воскресение мертвых, когда жизнь поменяется, почему? Потому что Бог знал, что земля, которая проклята, на которой пролито миллионы невинных жертв и очень много воин, она не может наследовать уже Царство Божие, на ней уже не может жить человек, потому что все проклято, и поэтому сказано, что земля, все дела на ней, и даже все эти небеса, которые мы видим, все, что принадлежит вот этому греховной, как бы, галактике, да, или греховному, как бы, климату космоса, да, где вот этот грех обитает, он же не только здесь обитает, да, то есть вот то, что мы видим, как бы, под солнцем, да, вот то, что, как бы, притянуто к земле, написано все это будет, как бы, ну, свиток, вот так вот свернуто и выкинуто, и нам Бог дарует тогда что? Новое, что написано? Небо и земля, то есть новая какая-то, не знаю, может это будет опять новая планета, которую он сотворил, может быть она где-то уже есть, но мы не знаем, до туда еще не долетел ни один, как бы, корабль, или еще ни один этот стробоскоп, или этот, как его, который там звезды смотрит, не увидел это, вообще откуда это появится, для нас это, как бы, ну, и тоже, как бы, тайна, то ли это будет где-то сотворено, будем мы участвовать при этом творении, будем ли видеть, как от этого будет происходить, или мы не будем видеть, тоже вопрос, написано, что для нас оно будет приготовлено, оно нам будет дано, и поэтому цель Бога, чтобы каждый из нас смог дойти вот до этого момента воскресения мертвых, это самое важное событие в нашей жизни, это одно из важных событий, это рождение свыше, потому что это твой старт, это твое начало, где ты начинаешь двигаться в этом пути, двигаться именно к этому финишу, двигаться этому финалу в воскресение мертвых, через рождение свыше, через твое спасение и покаяние перед Богом, ты становишься на этот путь, который ведет тебя именно к этому триумфу, где будет воскресение мертвых, где ты можешь воскликнуть своими, вот именно устами, и сказать, смерть, где твое жало, ты на финише, и ты понимаешь, жало-то до тебя не долетело, смерть, где твоя победа, нету, я победил в Иисусе Христе, я дошел до финиша, я в воскресении мертвых, то есть я достиг до этого момента, а ад и смерть не властвуют надо мной, поэтому, когда мы приняли спасение, покаяние, поверили в Иисуса Христа, для нас это путь, вот именно вот это движение к этой цели, именно вот к тому направлению, которое Бог показывает нам, и это очень важно, чтобы мы это видели, помнили, и всегда был перед нами что? Фокус, это самый важный, нету ничего другого, важного фокуса, чем воскресение мертвых, пойми меня, и твое спасение, твое спасение, твоя вера, как мы уже один раз говорили, она заключается в чем? В том, в том, что ты веришь в воскресение мертвых, написано в римлянам, принцип веры, принцип не только веры, а принцип твоего спасения, в чем заключается? Если ты своими устами что? Исповедуешь, и что сердцем? И на этом точку ставить нельзя, многие люди сегодня веруют, но это не является спасением, твое вера в спасение заключается в том, что ты веруешь, как дальше написано, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, тогда спасешься. Если просто веруешь, ты, может быть, еще не на пути спасения, ты просто веришь, что есть Бог, но для того, чтобы принять полноту спасения, тебе не просто нужно верить, что Бог есть, но ты должен поверить, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. И вот в этот момент в твоей жизни начинает что-то меняться. И апостол Павел, когда стоял перед первосвященниками и многими другими людьми, он сказал, знаете, за что меня судят? Он сказал, за что? За воскресение мертвых, за идею, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. И тогда все смеялись, некоторые задумались, некоторые даже перестали слушать апостола Павла, потому что среди иудеев была многие такие группировка, которая вообще отвергала и служение ангелов, и воскресение мертвых, садукея вроде бы такая движуха у них была в свое время. Другие пытались где-то как-то найти эту идею. И поэтому апостол Павел говорит, я здесь стою перед тобой, потому что за это меня судят, потому что я стал проповедовать не просто какую-то букву закона, не просто какую-то идею веры. Нет! Я не проповедую идею веры, в этом нету смысла. Я был в вере. Он же пришел не из язычников, он был в вере. Он верил как мог. Но, говорит, я проповедую идею, которую открыл мне Христос, что в воскресение мертвых. Вот мой позыв и вот мое послание всему миру. Апостол Павел не просто проповедовал веру в чего-то или в кого-то. Но, понимаете, он до этого верил на основании своего израильского происхождения или иудейского происхождения. Он верил в Бога. Но здесь иной подход. Я не просто верю в Бога. Нет! Он говорит, я верю в воскресение мертвых, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. И когда я шел в Дамаск, я не просто встретился с Богом. Нет! Не просто с тем Богом, который был у меня в Ветхом Завете. Нет! Я встретился с тем, которого распыли на древе. И который воскрес из мертвых. И я в это не верил, что он воскрес из мертвых. Я просто говорю уже своими словами. Потому что тогда среди иудеев пошло такое движение, что типа ученики выкрали, а не было никакого воскресения. Но когда с ним встретился сам воскресший, что? Христос. Он понял, что есть то, чего я раньше не знал. И то, что Бог дает всему человечеству. И это есть основное. То, что человек должен не просто поверить в Бога. Да, Бог есть. Сегодня многие люди верят в Бога. А вот ты сегодня скажешь о том, что... А ты веришь в воскресение мертвых? И ты можешь увидеть, как люди будут над тобой смеяться. Почему? Потому что только вера в воскресение Иисуса Христа из мертвых, оно делает что? Смысл твоей веры. Оно делает тебя спасенным. Так это написано, и потом прочитаем. Это становится смысл. Ты понимаешь, что эта земля, это просто какое-то временное. Но я иду к воскресению мертвых. То есть я там буду. И вот знаете, вот апостол Павел, если мы откроем с вами Филиппинцам 3 глава, это уникальный шедевр. Это формула веры апостола Павла, я и так называю. Он говорит о своей формуле. И он пишет о том, что вот у него есть формула, его, так сказать, ну, назовем христианской жизни или жизни там, я не знаю, там, еврея обращенного там к Иисусу Христу. По-разному это можно назвать сегодня, да? Но он говорит формулу. Формулу своей веры. Он говорит, вот у меня есть формула. Я ее приобрел за многие годы своей жизни. Я понял, что очень важное. И он выводит формулу. И потом в этой формуле, знаете, вот когда кто-то занимал, ходил в школу? Я ходил в школу, но такой был ученик, что я не мог там понять, где А, где Б. И я не буду говорить очень много про себя. Такой был ученик, как бы, да. Но учился все равно, старался. Но было тяжело. И вот когда я помню в математику, и ты приходишь, тебе пишут формула. Так? А потом, тебе же не просто дают формулу. Тебе потом говорят, что из этой формулы должно получиться что? Вот это. Ну, типа, 2 плюс 2 равно что? 4. Это простая формула, которую мы знаем. А если там какие-то косинусы, тангенсы, синусы, квадрат 3, квадрат 4, это космос. Это уже все. Это уже не для обычных людей мира сего. Это уже для тех, которые где-то в утробе мамы, или которые при рождении были отмечены, так сказать, с высшей лучом света. Поэтому, когда они смотрят на эту формулу, они уже понимают все. Мы же, когда смотрим на эту формулу, мы понимаем одну – попали. Вот так попали, что как выйти из этого невозможно. Но все равно формула, она есть, которая приводит тебя к определенному что? Выводу, результату. Вот все вот это, что ты делал, или там, знаешь, он учитель по физике, или я не знаю почему, начинает там писать, 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 так долго, долго, долго пишет. Ты уже, бедолага, сидишь, или мы там, бедные, в школе сидели. Одну страницу, вторую страницу, третью страницу. Написали вот этого уравнения, ради того, чтобы получить вот такой вывод. Вот. Это равно вот этому. И вот это надо было 45 минут на доске писать. Вот это надо было всю доску писать, потом быстрее, потом обратно написать, чтобы только такой вывод сделать. Что это равно вот столько. Кто-то ходил в школу, да, я не говорю, там в первых классах. Там уже в девятый, десятый класс, там такая формула, там Y, X, X вот это, вычисли вот это, это вот это, это получается вот это. И смотришь, думаешь, вот это все много ради вот это. И вот апостол Павел, он говорит формулу. И потом говорит, вот это все только ради вот этого. И вот это вроде бы мало, но это основное, что должно быть в нашей жизни. Давайте мы прочитаем Филиппийцам 3 глава. Так, ой, да, Филиппийцам 3 глава, с 10 по 14 стих. Там очень много можно говорить. Мы знаем вообще это местописание, оно нам говорится о том... Ну, давайте, да, может быть, пойдем туда где-то... Это вот, смотрите, там очень много говорится, даже можно с первого стиха там все читать, да. И он говорит о себе, что все, что у него было, он все, что почитает, читаю и засор. То есть он начинает разбираться в формулу. И смотрите, пишет, что для меня было преимуществом, то ради Христа я подчел читаю. То есть смотрите, то есть у него есть много всего, и он начинает из того, что у него было, вдруг находить, а на чем надо сделать ударение. Что самое важное. Понимаете? Вот то же самое, как, допустим, мы, кто проходил русский язык в школе, да, то есть там большое предложение. И потом имя существительное, имя прилагательное, там второстепенное, там какие-то... Я не понимаю тоже, это как, смотришь, боже мой, зачем столько много, да. Вот я когда говорю, я иногда даже не могу понять, где имя существительное, где имя прилагательное, где точка, где запятая, да. Вот просто говорю. А когда ты пошел в школу русского языка, ты понимаешь, что там еще какая-то орфография. И вот в этом предложении надо что всегда найти? Что самое главное? Вокруг чего вообще формируется вот эта мысль? И тебя учат в школе, ты здесь... Вот прочитал предложение? Да. Понял? Да. Где? Вот здесь. Нет. Вот там. Почему? И ты не знаешь, почему, но это некий закон, вот именно какой-то риторики. Я помню, когда учился в Академии, ну же в Христианской, у нас был очень хороший преподаватель, там по ораторскому мастерству, там и многим-многим другим предметам таким. Он преподавал в театральном университете, ну в Питере, и тогда готовили, там готовили актеров на линфильмы, и очень многие знаменитые, всеми мы него проходили, да. И когда мы учились, он каждому из нас дает какое-то стихотворение. Ты понимаешь это стихотворение? Да. Расскажи мне его. И вот ты смотришь это стихотворение, ты пытаешься найти какую-то мысль, о, вот это мысль, да, и ты, когда рассказываешь стихотворение, пытаешься поставить ударение там, где тебе показалось, что это главная мысль. А потом, так многие выходили одно стихотворение и 10 человек по-разному читали, потому что одни видели, что ударение надо здесь ставить, а другой не надо здесь ставить, да. А так как это же опытный человек, да, он смотрит на стихотворение, да, он смотрит на всю эту грамматику, потому что это тоже наука, как стихи писать, да, и так далее, тому подобное. Он говорит, знаете, вот каждый из вас, 10 человек прочитали этот стих и вообще не поняли о чем. Каждый поставил свое ударение там, где захотел. автор вообще о другом говорит и когда он начинает реализовать то понимаешь да слушал прилетел и вот здесь вот он говорит если мы идем 7 стих давайте да туда можно пойти и вот и смотрите для меня было преимуществом то ради христа я под челчатой то есть нужно найти что-то главное в жизни вот ради чего ты начинаешь жить все остальное ты начинаешь пересматривать то все остальное ты понимаешь да есть что-то нам бы вам что-то первое в этом предложении и мы говорим сегодня о нашей жизни есть что-то важное в моей жизни что я должен понять вообще ради чего я живу на этой земле ради чего я стал верующим или христилим что для меня важное в этой жизни вот апостол павел хотел разобраться вот этих сложных перипетиях которые были у него то есть вывести некую формулу а для чего все это кто является номер один в моей жизни и он говорит это христос ради него вот когда мы понимаем что христос является самым важным в моей жизни то мы начинаем делать тогда определенные решения и он говорит то ради христа что я сделал по челчатую то есть когда я понимаю что у меня есть христос и я ради него живу им живу им существую что это стало для меня личность не просто какая-то религиозная личность что мы христиане у мусульман так у буддистов так и у других как-то по-другому нет я просто увидел эту личность встретился не просто с какой-то религии как апостол павел говорит я встретился с тем которую воскрес из мертвых и он живой реальнее чем кто-либо из нас и вот ради него он говорит я начал предпринимать шаги которые начинают менять мою жизнь которые начинают преображать мою жизнь то все он говорит я почел читаю дальше пойдем там 8 стих и он 8 мы пролетели да и смотрите развивает мысль он говорит я все почитаю читаю так это или нет 7 стих вы точно поняли да он ради христа что я все то что для меня было преимуществом он говорит ради христа он говорит что почитаю читаю и в принципе можно было на этом остановиться зачем второй раз почитать это писать и обращать внимание что да и все почитаю читаю ты уже сказал это в седьмом стихе сказал он это или нет сказал он говорит все что раньше было для меня преимуществом потом он подумал и посидел нет надо расширить эту идею может быть человек поймет что вот для меня было преимущество допустим ходить в синагогу или придерживаться каких-то обрядов там омовения а вот ради христа я это чита и ладно освободился от одного какого-то там религиозного обряда или от какого-то образа жизни который у него был там до встречи со христом но он уже начинает идти глубже и дальше и он говорит да и все вот всю мою жизнь возьми до христа какая она не была вот абсолютно все я почитаю читаю то есть до встречи с иисусом я не просто жил но она была казалось мне вроде интересной с какими за своими прелестями у меня там бы друзья были общение было все было но когда я встретился со христом вот с этим светом жизни и когда он пришел мой свет и осветил все что у меня было я понял что я не только должен отказаться от чего-то но я должен полностью почитать читаю всю свою жизнь до встречи со христом потому что когда пришел христос в мою жизнь полностью изменилась не просто вера в бога что бог есть сегодня многие люди говорят о том что бог есть но верят ли они что бог воскресил иисуса христа из мертвых поговорить с ними об этом скажи бог есть аминь а ты веришь что он воскресил из мертвых иисуса христа что он живой и вот здесь начнется дискуссия во все остальное не готовы поверить но здесь они начинают дискутировать с тобой почему потому что только в этой идее в этой мысли в этом действии заложено силы спасения когда ты веришь что бог воскресил иисуса христа из мертвых и исповедуешь своими местами не просто веришь в бога я верю в бога я верю в того который воскресил иисуса христа из мертвых а если он его воскресил то есть воскресение мертвых и я здесь живу и остался на этой земле потому что у меня должно быть воскресение что мертвых это наша встреча с богом и никогда его не увидим если не воскреснем из мертвых и поэтому он говорит все почитаю смотрите ради познания господа моего вот начинается формула первое все что я раньше знал оно не имеет никакого значения это как в армию приходишь да ты никто кто-то был на гражданке никого не волнует и сегодня никто велком ту реалити я никто а раньше был кто-то просто не знаю как сейчас вот когда я попал советскую армию я пришел 18 лет ну гражданки ты такой знаешь накручены перекручены там все что угодно мог сделать там тебе не так сказали так посмотрели там оскалился там пятак зарядил но это по-мерзки уже говорит о такой варим заходишь и у других вещах ты никто как никто да я же знаю свою цену и самое главное через месяц ты понимаешь что ты никто даже на на следующий утро ты понимаешь это никто там вся система так была в советском союзе устроена что ты сразу понимал кто бы ты не был даже если ты чемпион по карате там по боксу ты все равно никто там есть было такое понятие как массовое воспитание это вообще кошмар это 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 просто катастрофа но там точно было никто по крайней мере пока ты сам не пройдешь и на промежуток времени никогда мы туда попали я помню первый раз вообще мне дико было в армии что-то попал в армию первую ночь лежу в 6 утра кто-то мне ай что-то бегут орут кричат на глаза так понимаем куда попал вообще дурдом какой-то какой солдат вставай подъем его сколько время 6 утра грудь и чего я говорю я на него еще там обиделся что мне в 6 номерам пинками убить из кровати иди мойся я иду в этот смотрю вообще стресс ловлю там один кран холодной воды думаю что такое куда попал вообще понять не могу одна холодная вода это игру стресс был потом первый день проходит мы пообедали и я такой фон на расслабоне в казарму думаю после обеда тихий час только голову прикладывать меня сразу ты куда что пионерский лагерь попал быстро на пласт маршировать я вот так вот шаг за шагом приходил в реальность и я понял что да жизнь другая и я никто его как-то надо сформироваться и вот апостол павел я не говорю об этом он говорит о том что вот то что было теперь он выводит такую формулу говорит что я-то теперь не что все во всем христос и даже сам христос сказал что все когда вы будете делать он говорит делайте как так чтобы как рабы ничего что не стоящие то есть люди которые просто это делают без какого-то знаешь вот этого пафоса апостол павел говорит я мог бы к вам прийти как апостол вот мантии такой нашим с посохом таким но пришел совсем по-другому как служить служить вам поэтому он говорит ради господа моего то есть вот это уже формула смотрите да познание иисуса христа эта формула здесь заложено то что мы должны с вами делать познавать иисуса христа даже написано для него если отказался и все опять засор чтобы приобреть христа то есть смотрите апостол павел седьмом и восьмом стихе он я не знаю почему это все так говорит но он просто заострять всего своего внимания что в своей жизни он начал делать генеральную уборку и такую уборку что он даже остановиться не может ты когда-нибудь делал дому генеральную уборку вот это вообще да творческая фантазия открыл шкаф все выкинуть вот я когда делаю генеральную уборку у меня жена не то что боится не допускает давать потому что я все выкидываю вот увидел надо не надо вот просто надо сделать генеральную уборку в моем голове переклинило уборка а жена начинает что-нибудь все равно складывать я все выкидывать а потом ты это видел я выкинул так зачем только наставил полгорода никто и пользовался зачем еще полгода надо что-то менять я не знаю может быть вы не такие ну я такой то есть я могу долго не делать генеральную уборку но если руки дошли дом будет чистым абсолютно от всего но это уже шутку говорит смотрите но об просто почитать апостол павел почему то заостряет 7 и 8 секе что он делает генеральную уборку и это не просто уборка что-то перестать переставить с места на место или где то пыль вытереть нет он всему придаёт такое понятие мусор сор это не должно быть это надо выкинуть не просто перекрасить не просто перевинуть с места на место но он всему начинает придавать такое значение ну сорт мне это не надо от этого нужно избавиться, это нужно выкинуть и так далее, и тому подобное. Его мысли какие, да? Чтобы приобреть Христа. То есть, опять формула. Приобреть Христа не так-то просто. Чтобы приобреть Христа, нужно справиться с чем? С мусором. Господь, я хочу тебя, я так ищу тебя. Но у тебя столько ссора, столько мусора, ты не сможешь приобрести Христа. Потому что ссора много, мусора много. Поэтому Христос и сказал, если ты хочешь идти за мной, тогда что? Отвергни себя. То есть, что-то отложи в своей жизни, только тогда ты меня приобретешь. А если ты не справишься с мусором в своей жизни, с тем, что тебя еще держат, ты не сможешь идти за Христом дальше. Познавать его, приобретать его. И дальше читаем там десятый, да? И он уже пишет о том, что он найдется не со своей праведностью, которая законана, но с той, которая через веру во Христа Иисус. Это все формула. И он говорит, смотрите, опять формулы идет, да? Чтобы познать его, и силу воскресения его, участвовать в страданиях его, сообразуясь смерти его. Дальше, чтобы достигнуть чего? А это уже вывод. чтобы достигнуть воскресения мертвых. Все, что мы прочитали до этого была формула. Я отказался от этого, у меня есть мусор, я должен с этим разобраться, мне нужно познавать Христа, мне нужно познавать Бога, мне нужно сообразовываться его смерти, двигаться каким-то путем. Это формула того, он говорит о себе, чтобы достигнуть воскресения мертвых. То есть все то, что он описывает об этих великих познаниях, которые у него есть в жизни и куда он стремится, он говорит, вся эта формула, весь этот стиль моей жизни направлен только в одно ударение, только в одну точку. Все я это делаю ради того, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Понимаете? Вот апостол Павел, у него была формула, по которой он жил, и он понимал, что если он эту формулу разберется с этой формулой, поймет, как все эти пазлы работают, тогда он достигнет воскресения мертвых. И это очень важно было для него. Поэтому сегодня для нас, как для верующих, очень важно, чтобы мы, все, что мы не делали, у нас была так же формула, которая позволяет нам достичь воскресения мертвых. Хотя, может быть, мы еще хотим жить на земле, и молодые люди хотят жить, но если ты встретился с Иисусом в свои молодые годы, у тебя все равно есть цель воскресения мертвых. Да, ты живешь, семья, дети, там, преуспевание какой-то, там, машина, там, какие-то другие вещи ты делаешь, ну, бытовые вещи, которые тебе надо делать для того, чтобы заботиться о родных и близких, но все равно у тебя цель, у тебя фокус. И что бы ты ни делал в этой жизни, ты будешь всегда делать именно в фокусе и цели вот того, а поможет ли мне это дойти до воскресения мертвых, чтобы мне встретиться с Богом, чтобы мне получить благословение. И вообще, это, знаете, достаточно такая, ну, интересная тема, она очень большая. И я не буду, у меня даже не то, что не хватит времени, я думаю, там, наверное, месяц надо, чтобы разобрать вообще эту тематику воскресения и мертвых, там, из книги откровений, там, и, возможно, где-то из Ветхого Завета, когда вообще стали появляться эти мысли, потому что на самом деле, если мы с вами встретим, возьмем первого мужа вера Авраама, его вера, она как бы не строилась на воскресении мертвых, она строилась немножко на другом. То есть там были какие-то идеи, но в принципе вся его вера строилась на том, что у него будет потомок, наследство, да, то есть немножко другая вообще движуха была. И поэтому потом уже со временем Бог выводил вот эту формулу, и она подымалась выше и выше и выше, вот и как только Христос воскрес из мертвых, вот все, оно появилось. И то первые верующие могли понять смысл вообще вот этого воскресения. Почему одно дело воскресение мертвых, а другое вдруг апостол Павел и многие апостолы начали понимать, а ведь есть еще и духовный смысл воскреснуть со Христом. Не только физический. Римлянам 6 глава, где говорится о том, что Христос воскрес из мертвых для того, чтобы уже не жить для греха, а жить для Бога как бы. Так и вы почитайте мертвыми себя, что? А живыми что? Для Бога. То есть в воскресении есть такая еще другая тематика, которая говорит о том, что это дает нам обновление, что мы можем сегодня уже получить силу для нас, именно в нашей христианской жизни, потому что было когда-то в воскресении мертвых, и Христос воскрес. И это не только дает нам физическое, но также и духовную силу. Есть такие местописания, и вся нам вторая глава вроде там в шестом психе, где написано, что и Бог вас воскресил и посадил на небесах. Это вообще глубокая мысль. Но я хотел бы сегодня остановить просто на нескольких местописаний. Давайте мы откроем с вами Деяние 3, 26. Это очень интересные мысли, которые мы должны понимать. Вот это как бы основа, фундамент, силу, которая заложена в воскресении мертвых. Она, конечно, апостолами уже в посланиях очень сильно раскручена, но здесь в Деянии такие основополагающие моменты кинуты для нас. Бог, смотрите, воскресил Сына Своего, Иисуса Христа, и к нам первым послал Его благовествовать нас, отвращая каждого от злых дел наших. Смотрите, они вообще размышляют очень интересно. Иудеи до того времени, вот эта первая апостольская церковь, церковь размышляет о воскресении мертвых. Они говорят, что Бог воскресил Его и послал Его первым к нам, чтобы благовествовать что? Ну, там написано, благословить нас и что? Отвращать. Отвращать. Когда мы говорим, что у нас есть фокус воскресения мертвых, то мы понимаем, что когда Бог воскресил Иисуса Христа, там есть благословение, вот заложенное, которое Бог дал человеку. И в этом воскресении мертвых четкое послание каждому живому человеку на этой земле. Отвращать каждого от злых дел. Это не просто закон. Если в Иудее был закон, и мы знаем 10 заповедей, которые очень важны для нас, но когда мы смотрим на воскресение Иисуса Христа, это намного сильнее и могучее. Потому что только в этом воскресении уже заложена проповедь, ребята, я первенец, которого воскрес из мертвых. И это для каждого человека. Люди будут воскрешены и будет воскресение мертвых. Поэтому есть послание, чтобы вы отвращались от злых дел. Это очень важный такой позыв. И поэтому, когда мы сегодня говорим или направляем свою веру к тому, что есть воскресение мертвых, то мы должны понимать, что если оно есть, то нам необходимо что? Думать о злых делах. Делаем мы их или не делаем? Стремимся мы от них уходить? Или все-таки мы где-то начинаем что-то как-то миксовать? То есть это очень важно. Для меня это важный момент. Потому что когда мы просто говорим, да, Бог воскресил Иисуса Христа, и некоторые начинают говорить, но Бог воскресил Иисуса Христа, и такая, знаете, у людей появляется такое, как называется, его еще называли как-то, знаете, послание благодати. Бог любит всех, и независимо от всего, от того, что ты делаешь, все равно Бог любит тебя. Сто процентов Бог меня любит. Но почему-то, когда вот здесь вот мы читаем, когда Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, то в этом воскресении вдруг есть такая формула. Там есть благословение, но и то, чтобы уйти от злых дел. Зачем воскрешаться было Иисусу Христу, чтобы человек оставался в злых делах? Нет, наоборот, воскресение Иисуса Христа сделало так, что злые дела были побеждены. Он отобрал ключи ада и смерти у дьявола. Зло побеждено. И поэтому мы, когда смотрим на воскресение Иисуса Христа, мы понимаем, бам, надо уходить от злых дел. Надо держаться от них подальше. Надо как-то пересматривать свой образ жизни и так далее, тому подумать. Такая интересная мысль, да? И Деяние 4 глава, там есть очень интересный момент. Это давайте мы прочитаем с 8 стиха. Мы знаем эту историю, когда там один человек получил исцеление. И вот идет такой, знаете, анализ этого исцеления. Почему человек получил это исцеление? Там рожденный, ну, храмой от рождения он сидел, и у храма вроде, да, там проходили люди и сказали, вот там встань и ходи, он получил исцеление. И потом люди в шоке, почему вдруг произошло исцеление? И вот они начинают размышлять. Идет анализ и идет некая формула, почему человек получил исцеление. И давайте мы прочитаем с 8 стиха. Петр, вот смотрите, Петр как некий ученик сидит, и первые священники, и все начинают спрашивать, а почему он исцелился? Обращаются, хотят найти ответ, не могут найти ответа. И Петр из полностью Духа Святого сказал им, начальники народа и старейшины израильские. Дальше читаем. Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, опять, почему человек был исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому. Что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распили, которого Бог воскресил из мертвых, и он был поставлен перед вами здоровым. Еще раз мы давать это, 10 стих. Смотрите, если от нас требуют ответа, почему этот человек был здоров, то в этой формуле, вот на мой взгляд, ударение очень важное он ставит на том, что Бог воскресил его из мертвых. Это не просто именем Иисуса Христа Назарея, а именно того, кто был распят, и которого Бог воскресил из мертвых. Вот поэтому, что он был воскрешен из мертвых, этот человек поставлен перед вами здоровым. Любое чудо, любое исцеление, любое освобождение, изгнание демонов и многих других вещей, которые мы с вами сегодня можем делать именем Иисуса Христа, оно имеет силу только в одном значении. Бог воскресил его из мертвых. И когда ты положил руки на человека, помолился, чтобы он был здоров, это проявление не тебя, не моих девять даров Святого Духа или пять даров служения, нет, это проявление воскресшего, живого Иисуса, который воскрес и пришел в жизнь этой женщине, этой мужчине или человеку в каких-то проблемах. Это не ты! Пришел, возложил свои руки, человек встал и потом... О! Аллилуйя! Я помолился? Человек исцелился? Я точно понял? И теперь пишу. Датога Галадзе, министри, освобождение, спасение. И куда бы я ни пришел, я посылаю баннер свой. Исцеление, освобождение и моя фотография. Вы видели когда-то такие христианские баннеры? Очень много. Мы вдруг это к себе приписываем. И потом у нас стресс. Мы пришли в собрание, вдруг где-то помолились и ничего не произошло. Но мы забываем одно местописание, которое говорит нам о том, что в любом действии, которое ты делаешь. Это не означает, что ты делаешь и ты прав. Написано, что Бог имеет автономию. Написано, ты не знаешь, где он движется и как он движется. Ты можешь сделать все. А по какой-то причине он не двинулся. И он даже не будет тебе объяснять. А нам-то этого и не надо. Почему? Мы сами все объясним. У вас была такая история. Брат, почему ты не исцелился? Да не проблема, спроси меня. Я тебе сейчас скажу. Пять даров, успех, как шагов пройти. Если ты не получил, то значит нет. Если ты не получил, значит нет. У нас свои есть идеи. А Бог просто даже не поделился с нами этими идеями, но мы их сами создали. Но еще раз говорю, вот здесь четко ясна мысль. Любое чудо, все, что в нашей жизни происходит и человек исцеляет, освобождается, даже какие-то бытовые моменты. Вот именно в нашем христианстве, когда мы молимся, вот Петр говорит, чтобы вам было известно. Это не я, не Петр. Кто я? Я вообще от него отказался. Неужели я такой великий, что могу сейчас помолиться и человек станет? Нет. Но лишь только потому, что Бог воскресил его из мертвых и он живой. И он здесь посреди нас. И он совершает эти вещи. Да, я могу положить руки, я могу помолиться, у меня есть вера, да, все как бы по Писанию. Но я понимаю, к чему это все привязано. Оно привязано к воскрешему Иисусу. Вот к нему, к его воскресению. Поэтому и моя жизнь и мое воскресение мертвых привязано к его воскресению. Если бы он не воскрес, как я могу воскреснуть? Нет. Поэтому он первенец, который воскрес, и его воскресение, и мое воскресение, оно привязано к его воскресению. Не я воскрес и вылез откуда-то и сказал, все, братаны, у меня получилось, нашел формулу. Нет. А именно Бог воскрес, он первенец из первых. Бог воскресил, значит, и меня. Тоже силы воскресит, что и воскресил Иисуса Христа из мертвых. Поняли, да, мысль? Дальше. Тринадцатая глава. Тридцать второй, там тридцать девятый стих. Вообще очень интересно, да, мы уже об этом говорили, Деяние тринадцать тридцать два, и мы почитаем. Деяние тридцать второй нету? А, значит, я что-то перепутал, да? Это где, а этот, а как я, ладно, тогда пойдем дальше, но там интересна мысль. То ли я, ладно, забыл, там мысль в том, что кто-то там, вроде апостол Павел, он стоит перед Синедреным, перед начальниками и отчитывается за свою веру и начинает говорить краткую историю вообще израильского народа. О том, что произошло вот это, было вот это, было вот это. Он как бы бегом, 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 бегом говорит, говорит всю израильскую историю, которая начиналась от Авраама до выхода, и потом вся вот эта история, которая была у израильского народа, он приводит к одному только выводу. Есть? Я же говорю, что есть. Как вы? Господи! Деяние, это у тебя какая-то Библия, не та сестра. Аминь. А я уже думаю, наверное, мне пора с кафедры уходить. Что-то я тут уже свою Библию начал. Деяние 13, 32 и 39, да? Давайте откроем 32 и пойдем в 39, потому что до 32 стиха там идет просто вот краткая история израильского народа со всеми теми событиями, которые происходили и к чему оно привязывается. И мы читаем, и мы благовествуем вам, что обетование, данное Отцам, Бог исполнил нам в детях наших. И в чем заключается исполнение обетования? Ну, воскресив Иисуса. И если бы не было воскресения Иисуса, израильский народ бы так и остался без исполнения обетований. Четко написано, мы благовествуем вам, что обетование, которое было дано Отцам, и вот до этого, вот туда идти, если выше, мы не пойдем сейчас, да, 27, 28, там описывается история израильского народа именно так быстро. Именно главные моменты тех событий, которые были у израильского народа, где вот Бог являл определенные вещи, там подымал определенных служителей, и он говорит, обетование, которое было у отцов, вот то, что вело их на протяжении всего времени, все, что было сформировано на там Ветхом Завете, именно с израильским народом, и все это было хорошо, но все обетование, то есть вот эта полнота силы, полнота вот этих обетований, оно пришло лишь только тогда, когда Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, и это очень важно, это очень сильно, дальше читаем, пошли, ну, 33, как и во втором псалме написано, «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и дальше так, он приводит эти местописания, как бы подтверждая, да, вот эту мысль, что воскресил его из мертвых, так, что он уже не обратится в тление, «Осем сказал так, я дам вам милость, обещанную Давиду верно». И 35-й, «Посему в другом месте говорит, не дашь святому твоему увидеть тление». Он как бы приводит местописание из Ветхого Завета, чтобы подтвердить вот эту мысль, что очень важно, что Бог воскресил из мертвых. Давид в свое время послужил изволению Божьего, что умер, Давид великий был человек, умер, приложился к отцам своим и увидел тление. Дальше. «Тот, которого Бог воскресил, не увидел тление». Дальше. «Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради него возвещается вам что? Прощение грехов». Дальше. «И во всем, что вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий». Итак, первая мысль, когда Христос воскрес из мертвых, что? «Возвещается вам прощение грехов». Только в этом человек может получить прощение грехов, потому что произошло воскрешение Иисуса Христа. В этом Бог простил грехи человека и дал возможность покаяния. И второе, очень важное. «Все, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым». То есть это послание не было к язычникам, это было послание к израильскому народу, которые искали оправдание, которые пытались как-то жить, но понимали, не могут они жить так праведно и так хорошо, исполняя все буквы закона. Поэтому апостол Павел, я вроде бы апостол Павел сейчас точно не буду говорить, он подводит людей к тому, что, дорогие мои, в воскресении мертвых Бог оправдал всех. И там, где вы были слабы, появилась сила Бога. Потому что там, где вы не смогли оправдаться законом Моисеева, а законом Моисеева никто не оправдывается, не может человек оправдаться законом Моисея. Да, хорошо следовать, да, хорошо исполнять, но невозможно. Если было бы это возможно, может быть, по-другому разыгрывалась как-то история. Но невозможно написано оправдаться законом, не смогли законом Моисеевым, но есть тот, который оправдывает. Это Христос воскресший. Поэтому Он воскрес. И если есть закон, который есть против тебя, и ты понимаешь, что у тебя есть еще какие-то вещи, с которыми ты борешься по плоти, ты понимаешь закон, что закон правдив, но ты немощен, то на сцену выходит воскресший Христос. И начинает не просто тебя успокаивать, Он начинает работать с тобой. Он оправдывает тебя, но Он работает с тобой, Он не оправдывает и грехи, не оправдывает то, что ты делаешь. Но в комплексе ты оправдан, но Он помогает тебе, Он не осуждает тебя. Это очень важно. Вот эти вот вещи, которые как бы фундаментально, вот на мой взгляд, Деяние 17.30 и 31 стих. Там тоже интересная такая мысль. Мы просто посмотрим это, чтобы просто вот это, как бы, ну, фундаментальные вещи, ну, на мой взгляд, потому что там очень много можно говорить. 17 глава, 30 до 31 стих. Итак, оставляя временем неведения, это очень важно, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Дальше. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, и вот мысль, самое главное, подав удостоверение всем. Воскресив Его из мертвых. Вот многие люди говорят, откуда ты узнаешь, что Бог будет судить Вселенную? Откуда ты знаешь, что есть ад и рай? Откуда ты знаешь, что есть Божий праведный суд? Я знаю лишь только по одному. Подав удостоверение всем, что Бог воскресил Его из мертвых. Это конец. Ибо Он назначил день. У Бога есть день, в который Он будет праведно судить Вселенную. И кто будет ее судить? Посредством Иисуса Христа, Которого воскресил из мертвых. Вот воскресение мертвых, когда мы говорим сегодня о том, что Бог воскресил Иисуса Христа, в нем есть вот этот предпосыл. Вселенная будет осуждена. Суд произойдет. Веришь ты в него, не веришь ты в него. Ты не соскочишь. Ты не подкупишь, как сегодня где-то, знаете, там, здесь-то, наверное, вряд ли, а вот где-нибудь там, в России, там, где-то в других местах, да, еще была такая возможность. Может быть, в Украине была такая возможность, в Эстонии была такая возможность, на первых этапах нашего в Латвии была такая возможность в 90-е годы, когда мы только еще развивались, можно было чик-чик-чик-чик-чик, и все вопросы порешать. И мы так чик-чик-чик-чик решали. Сколько? И все, и нормально. Здесь сколько? И ты уже так открыл, чтобы посчитать? А тебе говорит, нет. И ты понимаешь, а как это так? Это я помню, как в Эстонии можно было там полицейский еще останавливать в 90-е там 95-е годы, Ну да, виноват, может решим вопрос, ну давай. Потом где-то в 2000 году встречаешься, может быть порешаем? Решаем. Тебе срок надо дать за то, что ты взятку дашь полицейскому. И ты вдруг попадаешь в реальность. Полицейские больше не берут взятки. Или это шок? Как это так? Если раньше шли в полицию, чтобы... А теперь люди идут и взятки не берут. Теперь это проблема. Для тех, кто еще остался, знаете, вот с таким мышлением, просто нельзя дать. А если еще дал, то вообще там еще дело уголовное заведут, что ты вот такой плохой оказался. И поэтому здесь написано о том, что вот воскресение Иисуса Христа, оно говорит о том, что будет праведный суд. Будет. И каждый человек должен задуматься об этом. Там невозможно будет уже порешать какие-то вопросы. Вот здесь на земле, как мы уже говорили, есть возможность. Поэтому апостол Павел говорит, у меня есть формула, ради которой, которую я использую для того, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Потому что воскресение Иисуса Христа, оно мне о чем-то говорит. Оно говорит о том, не только что есть прощение, покаяние, милость, но о том, что есть еще и другие этапы, которые будут открыты, когда будет воскресение мертвых. Будет суд, будет осуждение, будет каждому воздание, как сказать, ну, по делам. То есть мы знаем, мы это читаем. Но самое интересное, что меня больше всего вдохновило во всей этой идее воскресения Иисуса Христа, это, знаете, Деяние 4 глава с 18 по 12 стих. Мы знаем эту историю, когда Петр пришел в дом, что? Корнилия. Мы знаем эту предысторию. Он ходит, знаешь, духовный человек решил духовно провести время. Заходит на крышу и молится, с Богом общается, все классно. Там Бог его посещает, они-то хорошо время проводят. И вдруг видит видение. Он его даже испугался. Увидев такое видение, он говорит, господи, ты что меня искушаешь? А ты ли со мной говоришь? Ведь ты же знаешь, что ничего нечистого еще как бы не входило. Ну, зачем такое искушение? Сосуд ушел. Петр, думаю, надо же. Вот привидится так привидится. Это, знаете, как в том юмористическом, типа, анекдоте или рекламе, собрались верующие вокруг стола, богатые верующие. Они такие духовные. Что будем делать? Давай искать волю Божию, что Бог нам скажет, то исполним. Вот они молятся. Первый день. Господи, приди к нам в собрание. Скажи нам слово. Мы все сделаем. Мы так тебя люди. Никто не пришел. Окей. На другой вечер опять собрались, такие богатые представительные люди, опять вокруг стола. Давайте молиться, давайте опять. Склонили к андреям, молятся. Ну, это такая юмористическая ситуация, как мы верующие могут реагировать на какие-то вещи. Ну, и опять молятся, молятся. Господи, мы готовы за тобой. Все, да, аллилуйя. И вдруг только голос в небо. Продайте все и следуйте за мной. И вдруг все такие верующие, они богатые, смотрят друг на друга. Как же соскочить? Как же вылезти из этой ситуации, когда голос прогримерно на всю комнату? И вдруг один находится такой умный, в кавычках, и находчивый. Дом с привидениями. И все убежали. Ну, поняли юмор, да? Оп. Мы всегда найдем выход. Даже вот из такой ситуации. Найдем его. И вот Петр то же самое. Когда вдруг он увидел, он не понял, что это такое. Тоже какие-то... Дом с привидениями. Я вышел молиться, тут бац, какой-то сосуд с какими-то непонятными, нечистыми животными. Такого вообще не бывает. Опять. Он, наверное, по второму разу думал, что же я так утром сегодня покушал. Что какие-то видения приходят. Ну да, ну или из-за того, что голодный. Но суть не в том. Суть в том, что он потом пошел к Корнилию. И вот смотрите, когда мы читаем 18 и 12 стих, они очень интересны. Это деяние 4 глава, 18 и 12 стих. Вот когда все это происходило и произошло, что мы вообще вдохновляемся вот этим событием смотреть. И призвак их приказал им отнюдь не говорить и не... Так. Восьмая глава. Ой, 8 стих. Да. Тогда Петр исполнится, что Духа Святого сказал им, начальники народа и старейшины израильские. Дальше читаем. Он обращается к тем, кто был с ним. Если от нас сегодня требуют ответа в... Это мы уже читали. Так, подожди. А, 10-я, 40-40. Точно. Это все, это уже знак того, что у нас проповедь заканчивает. Ну мы ее заканчиваем. Вот надо же, спасибо, дорогой, спасибо. А то я же думаю, ну кто взял и поменял местописаниями. 10 глава, да, 40-48 стих. Ох, какой-то... Все, уже время. И смотрите, когда он говорит вот эту всю ситуацию, да, которая происходила, да, и он говорит, смотрите, всего Бог воскресил в третий день и дал ему являться, да, и смотрите, не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресению его из мертвых. Опять он говорит, что это были определенные также моменты, когда Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, он нам являлся, и мы пили там и так далее, и ели, да. Смотрите, и он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. И дальше. О нем все пророки свидетельствуют, всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. То есть, смотрите, он говорит о всем пророке свидетельствует, что всякий верующий. Дальше читаем. И когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих Слово. И дальше пойдем до 49-го. «И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога». Тогда Петр сказал, кто может запрестить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили Его прибыть какое-то время, у них несколько дней. «И услышали апостолы и братья, бывшие в уйдеи, что и язычники приняли Слово Божье». Смотрите, как интересно. Смотрите, что Бог сделал в жизни языческой семьи и языческого народа. Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, и Петр, когда это все увидел, говорит, кто мы, что можем запретить вот это движение Святого Духа? Нет никого, кто мог бы запретить движение Святого Духа в твоей жизни. Ни одна религия, ни один человек. Потому что есть Тот, кто воскрес из мертвых. И Он дунул у них дыхание жизни. И когда Он воскрешал, Он говорит, примите Духа Святого. И в день Пятидесятницы мы понимаем, что произошло, как Духство сошло на первого апостола в церкви. Почему Христос воскрес из мертвых? Аминь. И поэтому апостол Павел говорит, у меня есть формула для того, чтобы достигнуть воскресения мертвых. И потому, когда мы движемся в этой формуле, мы смотрим на воскресение мертвых. Вот я взял вот такие, ну как бы для меня фундаментальные вещи из книги Деяний, чтобы показать нам сегодня, насколько там величественная сила Бога, и милость, и праведность Бога, и суд Божий, и прощение грехов, и действия Святого Духа. Она не заложена в тебе, как в идеальном человеке. Она заложена в воскресении Иисуса Христа из мертвых. Она не заложена в том, что ты делаешь все правильно, хорошо. Нет. Она заложена в том, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. И там, где ты не мог оправдаться законом Моисеева, ничего страшного, ты оправдываешься воскресением Иисуса Христа. Давайте встанем и помолимся. Призовем Божие благословение. Надеюсь, нам было понятно. Мысль. Будем держаться, смотреть на этот фокус, на это воскресенье, прилагать определенные усилия, чтобы двигаться в этом направлении, чтобы и у нас была вот эта формула, которая была у апостола Павла, которая помогала ему, мотивировала его и фокусировала его к тому, чтобы именно получить вот этот результат воскресения мертвых. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok